Поехали дальше. Сельма Лохвлёв... Правда. Не успел даже прочитать, шлёпнул, правда, и попал в точку. Сельма Лохвлёв... Эрих Мария Ремарк был учителем? Да. Я, кстати, думал всегда, что Эрих Мария Ремарк — это тётка. Ну ладно. Незнайка был учителем? Нет. Незнайка не был учителем. Я, поэт, зовусь Незнайка, от меня вам Палалайка. Ирэн Адлер «Любовь всей жизни» из Шерлока Холмса. Наверное, правда. А... Оказывается, нет. Ну и... Пошла она, эта Эриха. Автор романа «Всадник» без головы Достоевский. Нет, конечно. Один семь туз. Карты, обладающие волшебной силой в пиковой даме. Да. Нет. Вон, а как. «Белый стих» — это нерефоманный, нерефоманный. «Гамлет» — самый многословный герой у Шекспира. Ложь. Нет, оказывается, он больше всего говорит. Ладно, пройдем еще раз этот уровень, чтоб получить три звездочки. Дон Кихот воюет с витринными мельницами. Да. Автор романа Достоевский. Ложь. Майнрид автор. Ну ладно, пошли дальше. Сельма Лагерлев. Да. Она такая. Сельма. Гамлет самый многословный. Оказывается, да. И знайка был учителем. Брехня. Это ложь. Книгопечатание в России началось при Иване Грозном. Конечно, не помню. Ну, напишу правду. Точно. Ирен Адлер. А, брехня. Она не любовь всей жизни. И вообще, кто придумал? Ирен Адлер. Я, например, ни разу не встречал у Канан Дойля такого имени и фамилии. Белый стих. Это правда. Правда. Ну вот, звездочки заработали. Теперь откроется следующий уровень. Тридцать первый. Крокодилы едят камни. А, допустим, да. Верно. Улитки несут яйца. А, допустим, нет. Оказывается, несут. Ну, ладно. Вернемся. Черепахи могут дышать только носом. Да. Брехня. Кроты слепые. Да. Оказывается, тоже брехня. Ладно. Вернемся. Улитки несут яйца. Будем знать. Летучие мыши умеют бегать. Не умеют. Оказывается, умеют. Ну, в общем, тут надо идти от противного. Это провокационная игра. У. 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 Растворяют свою пищу с помощью кислоты. Ира-то какая-то сыроватая. Обезьяны лысеют. Да. У. 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 Совы могут двигать глазами? Нет. Черепахи могут дышать только носом. Брехня, они попой тоже умеют дышать. Обезьяны используют средства от комаров. Ну, допустим, используют. Вот так. Все-таки один ответ неправильный. Вернемся. Летучие мыши умеют бегать. Правда. Вот так. Кроты слепые? Ложь. Совы могут двигать глазами? Ложь. Рыбы могут менять свой пол. Могут. Ермафродиты. Обезьяны используют средства от комаров. Правда. Черепахи могут дышать только носом? Нет. Еще и попом. И кожей. Обезьяны лысеют. Правда. У. Растворяют свою пищу с помощью кислоты. Ложь. У. Никогда не растворяли свою пищу с помощью кислоты. Вот. Ю. Они растворяют. Крокодилы едят ко мне. Едят. Улитки несут яйца. Несут. Улитки. Оказывается, улитки это курицы. Так. Следующий уровень. Интересно, что тут нам за сюрпризы приготовили. Существуют ли технологии искусственной гравитации? Правда. На земле есть существа, которых нельзя убить. Да, таких, наверное, нет. Да. Убить можно кого угодно. Против лома нет приема. Поехали дальше. При рождении китенка выталкивают на поверхность, чтобы он не задохнулся. Правда. На обычных качелях можно раскачаться в невесомости. Наверное, нет. Пупырышки на огурцах. Остатки шипов. Да. Пауки не едят друг друга. Едят. Ложь. 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 Человек растет всю жизнь. Ложь. Человек растет всю жизнь. Правда. Ложь. Неверно. Значит, брех. Животные целуются, да. Лазерная указка может светить на тысячу километров. Ложь. Верно. Ну, один вопросик надо подкорректировать. Который насчет носа. Вот здесь он всю жизнь не растет. Остальные вопросы вроде прошли правильно. Это ложь. Это ложь. Это ложь. Это правда. Это ложь. Ну, вернемся к уровням. И до окончания игры еще парочка роликов осталось. Но пока перекур. Люблю. Продолжение следует... Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok